МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Дмитрий Напалков, и в эфире программа «Врачи» на общественном телевидении России. Программа, которая рассказывает о первых признаках различных заболеваний и о том, чем современная медицина может помочь в их профилактике и лечении. Сегодня тема нашей программы – анорексия. Анорексия, или точнее, нервная анорексия – это расстройство приема пищи, которое характеризуется значительно сниженным весом тела, преднамеренно вызываемым или поддерживаемым самим пациентом для похудания или профилактики набора лишнего веса. При этом возникает искаженное восприятие своей физической формы и присутствует беспокойство на тему увеличения веса, даже если такового в действительности нет. Согласно статистике, чаще всего анорексией страдают девочки-подростки и молодые девушки. В среднем анорексия встречается с частотой 3-4 случая на 100 лиц женского пола и 2-3 случая на 1000 лиц мужского пола. Ежегодно в мире умирает 5% девушек от общего числа страдающих анорексией, а еще 10% имеют риск летального исхода из-за необратимых изменений, произошедших в организме. Какие ранние признаки указывают на развитие анорексии? Как уговорить пациента с анорексией прийти на прием к врачу? Какие специалисты могут помочь при лечении данного заболевания и вообще возможно ли от него излечиться? Эти и другие вопросы мы будем сегодня обсуждать с гостем нашей программы. Татьяна Анатольевна Зеленкова-Захарчук, психиатр, психотерапевт Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук, член профессиональной психотерапевтической лиги. В сферу научных интересов входят изучение пограничных психических расстройств у больных с различными эндокринопатиями, психосоматические соотношения, диагностика, лечения с применением как психофармакотерапии, так и современных психотерапевтических методик. Татьяна Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы согласились прийти и обсудить, на мой взгляд, крайне актуальную тему. Это тему анорексии, потому что у меня создаётся впечатление, что действительно эта проблема, и она действительно медицинская, существует. Давайте разберёмся, что такое анорексия и почему вообще она возникает. Спасибо, что пригласили. Действительно очень актуальная, важная проблема. Нервная анорексия относится к невротическим расстройствам, расстройствам приёма пищи и характеризуется тем, что пациенты намеренно уменьшают вес с целью похудеть путём самоограничения нормальных объёмов пищи, сопряжено с дисморфическими расстройствами, то есть они не принимают своё тело в норме, более того, отторгают и негативно к этому относятся. Порой это приобретает такой навязчивый характер, они не могут сами справиться. Ситуации из моей жизни. Вот я вижу, что, например, где-то подбирается лишние полтора-два килограмма. Я принимаю решение сократить вот это, уменьшить сладкое, может быть, уменьшить немножко порции. Я иду по пути анорексии? Или это совсем другое? Нет, конечно. Это поддержание здоровья. Более того, норма – это плюс-минус 5 килограмм. Поддержание здорового образа жизни – это веса и физического тонуса – это норма. Невротического поведения нет. То есть нам нужно разделить нормальное поддержание и всё-таки, когда уходят в сторону невроза. Вот какие эти признаки невроза? Здесь нам помогают как раз уже медицинские критерии. И индекс массы тела снижается ниже 18. Если ниже 16 – это уже дефицит массы тела. Если уже девушки пост-менархического периода, у них нарушается менструальная функция. И вообще, так сказать, так как при нервной анорексии жёсткие идут голодания, изнуряющие физические нагрузки, и очень такие неадекватные, даже диетами не назовёшь, это практически как девиантное поведение пищевое. То есть они против своего здоровья начинают себя вести, и у них и дефицит витаминов, и микроэлементов, и нарушается костная система. И, конечно, очень тяжёлые последствия. И миокардиты, и костная система страдает, потом очень ранее не может быть остеопороз. Репродуктивная функция, наверное, будет страдать гормональная система? Репродуктивная система не только гасится, просто вплоть до бесплодия. И потом, конечно, когда 30-летние красивые молодые женщины приходят после небольшого эпизода анорексии, и у них как бы авариальная функция загашена, уже, конечно, это большая трагедия, уже ничего не сделаешь. В основном эта проблема начинается с подросткового возраста, чтобы было понятно, откуда истоки. Поэтому и связаны вот эти неврозы чётко взрослением, самоидентификацией, самосознанием. Сначала надо сформироваться, принять себя какой-то есть от природы. Вот это очень важно, это основа. А потом ты начинаешь уже делиться социуми в диалоге и не идти по пути каких-то ложных представлений, навязанных другими людьми. Пациентов с нервной анорексией довольно много и в нашей стране, и во всём мире. Очень часто их приводят на обследование родственники. Давайте посмотрим сюжет, снятый на эту тему нашими корреспондентами в Адлере. Наша съёмочная группа побывала в одном из медицинских центров Адлера, куда часто приходят пациенты с анорексией, прошедшие курс стационарного, медикаментозного и психиатрического лечения. Здесь они с помощью психологов учатся жить в комфорте с собой и со своим телом, используя методики релаксации. Чаще всего это подростки и чаще всего это девушки. Юноши попадаются очень редко. Релаксация помогает больше подросткам в том, чтобы научиться управлять своим телом. Когда ребята научаются расслабляться, когда они приучаются работать со своим телом, когда они приучаются его слушать, естественно, любить. А отсюда и результат той терапии, которую мы предлагаем, он действительно наиболее эффективен, когда человек понимает, что мне это надо. Более взрослым пациентам предлагают терапию с помощью одного из видов гипноза, который даёт хорошие результаты. Регрессивный гипноз даёт возможность проработать те глубинные проблемы, проблемы, которые на сегодняшний день у человека не в сознании, а в его подсознании, но те проблемы, которые мешают ему в реальной жизни жить полноценно. И мы здесь используем и групповую терапию, когда они учатся проговаривать свои эмоции, чувства, переживания. Мы используем также ведение пищевого дневника. В реабилитационном периоде часто проводят и инфузионное лечение для коррекции электролитных нарушений крови. То есть нарушения ионов, натрия, калия, хлора, возникающие в крови. Эту терапию мы проводим курсом как минимум в 10 процедур. Очень хороший результат врачи отмечают при комплексных методах лечения и задействовании групповых семейных занятий. Ведь для тех, кто решил покончить с анорексией, важна не только собственная мотивация, но и крепкая поддержка тех, кто находится рядом. Мне кажется, Татьяна Анатольевна, в этом сюжете действительно очень важно было сказано о том, что необходима поддержка родственников. Что можно сделать? Как можно попытаться внедриться в сознание человека? Ведь я так понимаю, здесь нужны очень аккуратные действия, иначе человек просто закроется и перестанет общаться. Однозначно, конечно. Здесь родственникам, может быть, надо пересмотреть восприятие вот этой нормы. Если ребёнок в комплекции физиологической, конституциональной, то то, что чуть-чуть там индекса массы тела больше, но никак не нарушает функциональность органов и систем, ну, это вариант нормы. И надо помочь принять, что это норма, а никто не мешает поддерживать здоровый образ жизни, заниматься умеренно регулярными физическими нагрузками, правильно питаться. Потому что правильное питание – это вообще не диеты. Диета – это уже даже стало каким-то таким негативно окрашенным, ругательным словом, потому что оно сразу как бы ассоциируется с ограничением питания, да, как раз вот с анорксией. Нормальное питание – это сбалансированное питание. Есть ли какие-то советы, как попытаться сделать так, пусть вместе, но прийти на приём, например, к психотерапевту? Ведь у очень многих слово «психотерапевт» автоматически ассоциируется с психиатром, а психиатр – с сумасшедшим домом. Я не сумасшедший, я никуда не пойду. Как вот эту цепочку разорвать? Здесь помогает, ну, общепринятое вот всем известное выражение, да, все болезни от стрессов, да, все болезни от нервов. Это и есть психосоматика, да, и этим занимаются психиатры и психотерапевты. Правильно ли я понял, что здесь проще зацепиться за какие-то признаки нездоровья физического, потому что сказать человеку, что ты неправ, всё хорошо, поставь свои мозги на место, но никто просто воспринимает такие слова не будет. Нет, конечно, мы так и не можем говорить. Естественно, как бы… Это ведь очень часто вызывает раздражение у родственников вообще. Что, о чём мы вообще-то говорим? Это естественно. Мы идём из как раз, ну, врачебное поле, да, профессиональное. Это именно, так сказать, медицинские критерии, да, что нарушаются функции, да, нарушается там сон, да, вот другие показатели. Вот у тебя там изменилась кожа, вот у тебя даже, да, анализ крови, да, гемоглобин сижен, то есть скорее цепляться вот за такие вещи. Это ненормально, это нездорово. Да. Давай скоротим, скоротим. Однозначно, да, и они идут, потому что как раз так, как они хотят быть красивыми и здоровыми, но просто ушли в этот невроз, то как раз вот этот лозунг, да, мы им и, так сказать, мотивируем, что мы всё это оставляем, только мы должны быть здоровыми. Потому что здесь же ещё вот это вот искажение восприятия своего тела в норме. То есть они как бы отказываются от себя, от нормы. И норма кажется, так сказать, некрасивым и безобразным. И вот здесь тоже мы доказываем, что принятие себя в норме, да, это есть выздоровление, а то, что не принимаем в норме, это болезнь, это как бы медицинская составляющая, где нужно врачей подключать. И, конечно, тут очень важно ещё затронуть тему вот фэшн-индустрии, да, некие навязанные моды на внешний вид, да, это в какой-то степени очень, ну, как бы агрессивно действует на психику людей, да. Это вы говорите об унисексе, вот такой попытке слияния, так сказать, да, и антропометрических стандартов, чтобы никто особо не отличался друг от друга. Да, да, фэшн-индустрия, да, вот это унисекс, это непонятно, мальчик-девочка, да. Это же как раз вот та тема как бы подростковой, как бы неоформленной сексуальности, да, которая где-то сопряжена даже, ну, это если вот так жёстко говорить, да, где-то с педофилией. То есть вы имеете в виду, что есть определённый тип мужчин, которым нравятся женщины, такой в стиле подростковом, да, даже если эта женщина, там, ей может быть, там, 30 лет или даже больше, но если она сохраняет этот вот молодёжно такой неопределённый стиль унисекс, вот она пользуется, ну, скажем так, большим интересом. Ну, здесь, конечно, важна ещё психика, да, здесь же не просто чисто внешне как-то оденешься. Важно, что ты и воспринимаешь себя там, тебе 30, ты воспринимаешь себя на 15 лет или там 40, там, ты всё время там вот в этом 15-летнем, да, это как бы психосексуальное развитие. То есть если оно не вышло на зрелые, так сказать, уровень, оно так и останется там в этом возрасте. И вот эта мода, это тоже говорит, кто эту моду, значит, это люди, кому это близко, да, либо страхи зрелой сексуальности женской, да, то есть здесь у нас уже, так сказать, другая патология, да, люди, так сказать, с гомосексуальной направленностью, да, которые отторгают женщин, и зрелое сексуальное взрослое тело вызывает как бы негатив, да, и это, ну, как исключается из красоты фэшн-индустрии. Так сказать, мода идёт на вот этих вот анарктичных, неоформленных, так сказать, где-то искусственно, искусственно, в болезненное состояние, то есть это даже какая-то агрессия против женщин, я бы так сказала, да, под красивым фантиком моды и красоты. К нам в студию пришла женщина, у которой в прошлом история с нервной анорексией. Давайте посмотрим на её фотографии из прошлого. Ну, собственно говоря, да, мы видим здесь, и, в общем, я думаю, здесь действительно врачи чётко обратят внимание на определённую атрофию мышц, действительно такое истощённое состояние, хотя на самом деле, да, дефицит есть, но при этом можно сказать, что, в общем, довольно девушка выглядит неплохо, хотя вот, да, вот опять-таки при таких фотографиях мы с вами видим, что даже такие элементы выраженной атрофии явного дефицита массы тела, конечно, налицо. И действительно, далеко не всегда легко так вот пригласить человека в студию, чтобы он пришёл и рассказал, вот у нас это получилось, и я на самом деле очень благодарен за то, что наша героиня пришла сегодня. Давайте пригласим её к нам, чтобы она поведала свою историю. Да, огромное спасибо. Потому что одно дело, да, это теория, которую мы обсуждаем с вами как доктора, а другое дело, это рассказ самого человека, который столкнулся с данной проблемой. Ксения, проходите к нам, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас приветствую. Здравствуйте. Присаживайтесь, прошу. Позвольте познакомить вас с Татьяной Анатольевной. Татьяна Анатольевна психотерапевт и помогает людям, которые страдают нервной анорексией. Я так понимаю, что в вашей биографии был такой эпизод? Был, да. Как давно? Это было примерно 17 лет назад. То есть вы сейчас можете спокойно об этом говорить, вот это вот не ножом по сердцу, или всё-таки достаточно... Ну, это не очень приятный период, да, поэтому говорить не так просто, но всё-таки... Ну, возможно. Ну, если можно, расскажите, с чего всё началось. Началось, наверное, в возрасте 18 лет. Мне кажется, было несколько моментов, которые меня подтолкнули к тому, чтобы начать худеть. Можно, извините, я сразу спрошу. Вы были такой же комплекцией, как и сейчас? Да, я была такой же комплекцией. Я занималась танцами всё детство, у меня близкие подруги со мной вместе занимались танцами. Это, наверное, важный такой нюанс из моей биографии. И ещё один нюанс связан с тем, что у меня довольно строгий папа, и вот лет до 18 как раз он довольно... Во многих вещах меня контролировал. Мне кажется, впервые я задумалась о своей фигуре в тот момент, когда я перекусывала вечером. Это был 11 класс, и мой папа обратил внимание на то, что не стоит вечером перекусывать, потому что это отражается на моей фигуре. Вот у меня вопрос. 18 лет, да? Сколько весили и какой был рост? Рост был, наверное, метр 72, как и сейчас. Вес, точно я не помню, ну, около 60 килограмм. Ну, то есть была норма? Да, да. Примерно так же я выглядела, как сейчас. А в чём проявлялась жёсткость в воспитании отца? Жёсткость проявлялась в том, что он предъявлял высокие требования к учёбе. И, несмотря на то, что это были уже выпускные классы, тем не менее, он старался контролировать то, каких показателей я достигаю в школе. У меня был контроль за режимом. Ложиться рано, вставать рано. Контроль за свободным временем. Ну, к 11 классу он стал чуть меньше, но, тем не менее, этот контроль сохранялся. Я прошу прощения, я тоже спрашиваю, вы единственная дочь в регистрации ребёнка в семье? Нет, у меня есть ещё старшая сестра и старший брат. С братом у нас общая мама, с сестрой общий отец. Вот сразу вопрос. Как вот на ваш взгляд, вам не казалось, что вот к вам больше всего претензий? Или наоборот, по сравнению с вами, у остальных ещё жёстче были требования? У нас довольно большая разница в возрасте, поэтому не могла я сравнивать. И сестра, и брат на тот момент жили уже отдельно, самостоятельно. Ещё такой вопрос. По поводу учёбы требований. Это вот именно быть отличницей? Ну, как минимум, хорошисткой. И если говорить про последние классы, то это поступление в какие-то топовые вузы. Ну, наверное, вопрос теперь вот по теме нашей программы. Когда всё-таки, на ваш взгляд, вот изменились моменты, связанные с вашим пищевым поведением, приёмом пищи и так далее? Вот тогда отец обратил внимание на то, что не надо вечером принимать пищу, и что произошло дальше? Было ещё несколько моментов, которые меня к этому сподвигли. В тот период несколько моих подруг, с которыми я как раз занималась танцами, пошли модельные школы, начали себя пробовать в этом направлении. Естественно, мы общались, они рассказывали, что и как происходит. И самое интересное, что они начали худеть. Я помню, что они всё время сидели на диетах. Они говорили о том, что они худели? Или такое тоже бывает? Или они худели? Они говорили о том, что у них диета. Мы встречались где-то совместно, и я видела, что они заказывают определённую пищу в кафе, которая не позволит им поправиться. И это был ещё раз выпускной класс. Я помню, что очень нервничал по поводу поступления. В тот период ещё не было ЕГЭ. Необходимо было в каждый вуз подавать документы, в каждом вузе проходить вот эту историю с экзаменом. Это был такой напряжённый период. Но именно худеть целенаправленно я начала уже к концу первого курса. Вот в тот момент, мне кажется, когда у меня появился, наконец, контроль над собственной жизнью, и это я уже сейчас так додумываю, кажется, я решила, что контролировать лучше всего будет именно свой вес. И я начала, в общем-то, целенаправленно идти в сторону похудения. А что конкретно вы стали изменять в вашем питании? Я начала экспериментировать с различных диет, то какие-то монодиеты, то я кефир пила, то ела яблоки, то ещё что-то. В итоге пришла к тому, что я просто ограничила своё питание, максимально низкокалорийные продукты выбирала, или в целом мало ела и много двигалась. То есть если в какой-то момент я ела много, я ставила себе цель, там, не знаю, пойти гулять по городу два часа, чтобы всеми способами... Ксения, а в чём идея была вот похудеть? Вот с чего это началось? Моё ощущение, что у меня, как я уже говорила ранее, что у меня появился, наконец, тот самый контроль, которого у меня не было всё время в школе. Но вы были недовольны своим нормальным весом? Я начала думать про свою фигуру. Вот впервые, когда... Что вы можете стать лучше? Да, что-то меня начало в этом беспокоить. То есть я вдруг, вот тогда, когда впервые мой отец сообщил о том, что стоит вечером аккуратнее относиться к пище, которую я потребляю, я вот тогда, я поняла, у меня, оказывается, есть бёдра, а их вроде никогда и не было, или я об этом не знала. И я начала на это очень много внимания обращать. Мне казалось, что бёдра есть, они не просто есть, они какие-то огромные. Да, да, они казались толстыми. Они казались толстыми, да. Я начала про это думать, это мешало мне жить, чувствовать себя уверенностью. А у меня ещё такой вопрос, извиняюсь. Похудели вот минимально до какого веса? Да. Минимальный вес был около 37 килограмм. При росте 172. При росте 172. Это очень сильно. Ваши фотографии мы видели, да. С 50, вот, наверное, с 60, да, или с 59 я похудела до 37 килограмм. Ощущения были ужасные. Я хорошо помню, что я мёрзла в тот период. Даже это пришлось на холодное время года. Я ехала в метро, несмотря на то, что это в вагон, я в пуховике. И даже в вагоне в пуховике, где обычно душно, мне было холодно, я куталась. Хотелось спать. И, в принципе, ничего больше не хотелось. У меня была одна мысль, связанная с едой, с тем, что я именно потребляю, как я выгляжу, и какую цифру на весах я вижу. И менструальная функция наручилась. Да, да, да. Прократилась. В тот момент вы всё-таки себе нравились? То есть вы, ну, вот ваш мозг, скажем так, оценил, что вы достигли своей цели, вы сбросили вес? Да? То есть, вы сказали, был позитивный? Нет, цели я не достигла. Я бы сказала так, в зеркало я, в принципе, не смотрелась для самооценки. Я смотрела на весы. Главное для меня, главное зеркало для меня было это весы. И я очень хорошо помню, что я испытала эйфорию, когда я увидела, что мой вес стал меньше 40. Вот в этот момент я почувствовала какую-то невероятную вот именно эйфорию, когда я увидела, что 39, а не 40. То есть, эта цель была вот именно веса, да? Цифра, достичь цифры. Да, да, да. Что она должна быть, ну, намного меньше. Какой-то маленькой очень. Какой-то маленькой. Не было конкретной цифры, но вот... Такой детской, мы даже сказали. Скажите, пожалуйста, а кто вот впервые обратил ваше внимание, или вы сами к этому пришли, что это вот дальше не может продолжаться, что это ненормально? Кто был таким человеком? Точкой отсчета, да, вот. Мама. Мама забила тревогу, да. Мама довольно быстро поняла, что это связано с какими-то переживаниями. Но она не отметала мысль того, что это могут быть нарушения гормональные. Поэтому у меня был период, когда я лежала в больнице, причем в гастроэнтерологическом отделении. На всякий случай обследовали все по полной, чтобы выявить, что нет... Ну, исключить какую-то тяжелую болезнь. Исключили. Период, наверное, был все равно важный. Еще и в том плане, что в те периоды мне ставили капельницы. Мне кажется, это была в том числе какая-то подпитка организма. Восстанавливающие, наверное, микроэлементы, глюкоза. Глюкоза, да, точно, да. При том, что я осознавала, что что-то не то происходит, у меня в то же время было ощущение борьбы. Потому что было очень серьезное давление извне, которое говорили мои друзья, там моя мама, все знакомые говорили, что это нехорошо, вес не тот. А у меня почему-то в голове стояла мысль доказать им обратное. То есть было сопротивление. На вот как бы выздоровление, оно воспринималось не как норма, да. Хотелось остаться вот в этом детском весе. Мне кажется, вообще про выздоровление я не думала. Я думала, что нужно вот доказать что-то, отстоять. То есть если детский вес, то вы супер. Да, вот такое. Примерно так. А когда все-таки вот вы поняли, что вот вы уже как сейчас смогли это проанализировать, ну, достаточно вот отстраненно и объективно в отношении себя, и действительно поняли, что... Когда началось вообще выздоровление? Было несколько таких моментов, когда я вдруг съедала больше, чем обычно, намного больше, и не чувствовала никаких неприятных ощущений. Потому что обычно там лишний кусочек вызывал у меня невероятную... Тяжесть. Невероятную тяжесть и стресс, я себя за это корила. И вот было пару таких моментов, когда я съела больше, и вдруг я себя чувствую хорошо. Это были такие очень приятные моменты, и моменты совершенно непонятные для меня. А, вот я не спросила, Ксения, а страх был поправиться? Был, да, был поправиться страх. Когда я уже начала выздоравливать, и, скажем так, вес приблизился к цифре 45 или 50, вот тогда я вдруг почувствовала, что есть риск не просто достигнуть своего предыдущего веса, а даже его и перейти, что, в общем-то, и случилось. То есть сейчас нет никаких проблем с пищевым поведением? Нет. Сейчас я не мониторю ту пищу, которую я потребляю. Но тут важно сказать, что я никогда особо не питалась только фастфудом или, наоборот, какой-то очень правильной пищей. Я ем разную еду. Если я хочу сладкое, я могу позволить себе сладкое. Тем более, что там работа отнимает много сил и времени. Иногда мне это сладкое просто необходимо для нормального функционирования. У вас дочка или сын? Дочка. Дочка сколько лет? Полтора года. Понятно. То есть, если бы она была постарше, можно было бы сказать, как вы готовитесь к этому такому периоду, который она может пройти похожей. Вы, наверное, заранее задумываете. Все равно я обо нем, конечно, думаю. А что бы вы, наверное, я так скажу, что бы вы не стали делать или стали делать в тот момент, когда дочка подошла бы к тому опасному периоду, через который со временем вы так прошли? Ну, я уже сейчас что-то делаю. Я стараюсь максимально доверительные отношения между собой и своей дочерью сформировать, потому что, мне кажется, это то, что помогло нам, мне и моей маме. У нас были очень хорошие отношения, я ее слышала и слушала. Я работаю над тем, чтобы у нас также были очень такие доверительные отношения, и дочка могла раскрываться, если у нее были бы какие-то проблемы. Мне кажется, ключевой темой сегодняшней программы стало доверие. Стало доверие, которое формируется очень непросто и не сразу к своим родственникам, доверие к врачам. И, мне кажется, с помощью этого чувства и ощущения мы можем победить практически все болезни. Ну что ж, вот, пожалуй, и все, о чем мы хотели рассказать вам в нашей сегодняшней программе. И помните, что осознание своей болезни и готовность лечиться – это уже первый шаг навстречу к исцелению. С вами была программа «Врачи». Смотрите нас на канале ОТР. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!